Сегодня, во всемирный день Русского Единения, 21 сентября 2022 года, Года культурного наследия России, пройдет грандиозный вальс на главной аллее ВДНХ. О ярких эмоциях, народных костюмах и множестве другого расскажем вам далее. Субтитры создавал DimaTorzok На участниках можно было увидеть традиционные костюмы их национальности, у каждого из которых есть своя неповторимая история. Впереди, как вы можете видеть, это фартук. Сзади, на все же поверните, пожалуйста, это называется пулай. Это отличительный признак именно мордовской национальности. Перед участниками вальса народов России выступил Алиас Авидзба, доброволец-участник специальной военной операции на Донбассе под псевдонимом Горец. Он рассказал нам о том, в чем же заключается сила единства. В единстве сила, это доказано давно, и так исторически сложилось, что Россия богата своим народом, своими национальностями. Главным событием Дня и День русского народа стал вальс. Под сииту Георгия Свиридова «Метель», который объединил более 6 тысяч человек и стал самым массовым в истории. Среди 6 тысяч человек были студенты из всех субъектов Российской Федерации. Не знаю, неравнодушным быть очень тяжело, и это действительно вызывает чувство гордости за себя, за свой университет и, в принципе, за то, что мы проводим такое мероприятие у нас в городе. Мы считаем, что очень важно сейчас поддерживать инициативы молодых людей, направленных на межнациональное единство и на творчество. Данная акция была внесена в Книгу рекордов России. Самый массовый вальс в мире с результатом 3075 пар объявляю официально зафиксированы! После того, как был установлен рекорд, на сцене выступили известные музыканты, среди которых Ваня Дмитриенко, Шаман, группа «Земляне» и Диана Арбенина. Сегодняшний день стал символом единения в нашей многонациональной стране. Мир словно остановился на те три минуты, когда более трех тысяч пар одновременно танцевали вальс на главной аллее ВДНХ. Эта дата навсегда войдет в историю как ознаменование объединения, дружности и сплоченности всех народов нашей великой Родины. Редактор субтитров А.Семкин